Здравствуйте! С вами Марина Романюк и в ближайшее время о самых важных темах недели расскажут мои коллеги. Смотрите в выпуске. Новейшая техника, гибриды растений и современные корма. В Рязанской области проходит агропромышленный фестиваль «День поля». В деталях об участниках расскажет Максим Васильев. Тайные следовательницы. В честь профессионального праздника за пулисы службы работников Следственного комитета заглянул Валерий Судов. Рассветы и закаты в рязанских просторах продолжают наблюдать участники фестиваля «Небо России». А мы ведем дневник мероприятия. В Александрневском районе продолжается «День поля» – один из главных аграрных форумов нашего города. Лучшие предприятия отрасли презентуют свои достижения. Компания «Акрон» – один из лидеров российского рынка минеральных удобрений. Ее продукция – одна из главных составляющих высокой урожайности рязанской земли. Поздравляем участников с подписанием соглашения. В заключении соглашения с правительством Рязанской области для группы «Акрон» наглядная демонстрация стабильности. Рекордный урожай 2020 на Рязанщине, в том числе их прямая заслуга. В прошлом году местным сельхозпроизводителям отгрузили 90 тысяч тонн удобрений. Внутренний рынок для «Акрона» – это безусловный приоритет. И такие выставки, как сегодняшний «День поля» Рязанской области, позволяют нам укрепить наше сотрудничество с аграриями. Российский рынок минеральных удобрений, вообще российский АПК, практически каждый год показывает двузначные темпы роста. И поэтому расширение нашего присутствия, оно просто необходимо, потому что потребности аграриев минеральных удобрений должны быть обеспечены безусловно. За период с октября 2020 по мая 2021 года под весеннюю пассивную кампанию отечественным сельхозпроизводителям на внутренний рынок группы «Акрон» отгружено более 930 тысяч тонн. Чем конкретно обеспечивать аграриев, в группе «Акрон» знают досконально. Какая добавка для почвы необходима здесь и сейчас, специалисты определяют со стопроцентной точностью. КАС – это универсальное жидкое удобрение, азотное. Оно позволяет улучшать рост растений. В этом году КАС очень хорошо себя проявил, потому что осень была засушливая, и озимая пшеница весной выходила ослабленной. Кто применял КАС, они в итоге достигли очень хороших урожаев. 19-18-83 серы – это марка, которая специально разрабатывалась для озимого рапса. КАС позволяет увеличивать содержание масла в семенах. Эффективность каждой минеральной добавки проверяют в специальных сельхозинститутах. Поэтому нужность этих удобрений аграриям лишний раз доказывать не надо. Кстати, «Акрон» владеет собственной дистрибьюторской сетью «Агронова», которая включает в себя 10 специализированных агрохимических предприятий с прямым доступом к потребителям. Компания расположена в Липецкой области, обладает четырьмя складскими комплексами. На данный момент занимаемся реализацией. И приоритетной задачей стоит именно продажа минеральных удобрений на внутренний рынок. Склады полностью оборудованы под перевалку минеральных удобрений производства группы компании «Акрон». Подразделения «Агронова» предоставляют услуги по доставке, продаже и хранению минеральных удобрений практически во все регионы страны. Суммарные емкости складских помещений с бытовой сети составляют 189 тысяч тонн. Хватит всем. Максим Васильев, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». Свой профессиональный праздник на этой неделе отмечают работники органов следствия. Следственный комитет расследует тяжкие и особо тяжкие преступления. Его сотрудники решают важнейшие ключевые задачи современности. Такие как противодействие коррупции, экстремизму, обеспечение защиты законных прав и интересов граждан. С работницей следствия пообщался Валерий Седов. При первом взгляде сложно поверить, что эта хрупкая женщина работает следователем. Ирине Корнеевой 26 лет. Она старший лейтенант юстиции. За свою карьеру направила в суд дела об убийствах, насилии, врезках в нефтепроводы. Всего не перечислить. А карьера началась просто. С практики на юрфаке. На третьем курсе попала на практику следственный комитет. Меня это настолько заинтересовало, что я осталась общественным помощником. Два года я эту деятельность осуществляла. А впоследствии, ну как выходит, зарекомендовала себя с положительной стороны. И меня взяли на работу уже в качестве следователя. Сейчас Ирина вспоминает, что первое дело сложным не было. Молодым следователям таки не поручают. Мужчина напился, оскорбил сотрудников скорой и напал на полицейских. А на свое первое убийство Ирина приехала только спустя полгода. И везде помогали наставники. У меня был замечательный наставник, который действительно поистине мной занимался. Объяснял все тонкости. Не считал с личным временем объяснить мне то, то. И даже там бывало мы 10 раз переписывали какой-то документ. Потому что здесь очень сложно на первых порах. Просто завалить работой можно. И человек так может не выдержать. Тут все тоже непросто. И здесь важно молодому следователю помочь, объяснить и не бросить его. Среди общего числа дел, которые Ирина Корнеева расследовала, в ее памяти отложилось несколько. Например, убийство в селе Льгова в октябре 2020. Местный житель месяц как вышел из тюрьмы и пошел пить к знакомому. Слово за слово дошло до драки. Мужчина сломался бутыльнику ребра. Отсюда повреждения легких и смерть. В убийстве он не признался до сих пор. Было проведено много следственных действий. Там буквально весь дом я допросила. У нас было одно лицо. Соответственно, его друг, который указывал на него, даже несмотря на то, что я провела между ними очную ставку, обвиняемый все равно не признался. Хотя вот так чисто психологически смотреть было на него в тот момент, когда его друг его изобличал, там вот по глазам было видно, что вот что-то вот не то, что он чувствует. Ну вот просто такой сам по себе оказался человек. Ирина Корнеева расследует не только убийство, а попадались и врезчики. Те, кто решил обогатиться за чужой счет. В лесу между поселком Мурмино и селом Долгенино группа людей повредила магистральный нефтепровод. Сделала врезку и отвод в виде шланга. Слитые дизельное топливо продавали на стороне. Поймали группу сотрудники регионального УФСБ. А вот определить роль каждого и предстояла юная следовательница. Сложность была в том, что каждый из них говорил со своей точки зрения. Каждый пытался преуменьшить свою роль. И нужно было выстроить картину. Они между собой вообще там не контактировали. И каждый пытался там, кто-то на кого-то обиделся, как-то перевалить больше вину на другого. Был непросто, наверное, очень долго. Я с ними работала. Но в итоге все равно мы пришли к общему знаменателю. В отношении двух обвиняемых даже уже уголовные дела рассмотрены. Они были направлены в суд. Общение с мошенниками, врезчиками, убийцами происходит каждый день. Все это на хрупких плечах следовательницы. И тут главное оставлять работу на работе и уметь переключаться. У Ирины есть выработанный метод. Несмотря на то, как ты любишь свою работу, необходимо и от нее отдыхать в какой-то степени. Среди увлечений в волейбол играем раз в неделю стараемся. Если никаких выездов нет, все по работе получается. В тренажерном зале занимаемся. С родителями ситуация сложнее. Кроме Ирины в семье в правоохранительных органах никто не работал. Поэтому выбор дочери всех, если не смутил, то удивил точно. Маме с папой, наверное, до сих пор в какой-то мере это непонятно, почему я работаю ночами, почему я работаю в выходные, так случается. Но со временем они поняли, что меня не переубедить в этом вопросе. И просто, наверное, как любые родители поддерживают. В межрайонном следственном отделе Следственного управления Следственного комитета России Паризанской области Ирина Корнеева работает три года. Александр Логинов, ее начальник, гордится успехами своей подчиненной. В ней имеется большой стержень следователя. Она может вовремя сориентироваться по любому уголовному делу, обладает широким спектром теории, практики. Это все, это все в совокупности помогает ей трудиться на благо нашего государства так, что руководитель Следственного отдела фактически в большинстве случаев за нее всегда гордость. Ирина Корнеева не единственная девушка в межрайонном следственном отделе. Вообще, женский коллектив тут преобладает, их процентов 80. И каждый следователь индивидуален, но у всех есть отличительная черта, твердый и упорный характер. И, наверное, поэтому отдел уже два года занимает лидирующие позиции по раскрываемости в регионе. Валерий Седов, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». А теперь к главным темам недели. У мусорного полигона в районе деревни Зеленина Рыбновского района вновь разгорается скандал. Мы уже рассказывали о прокурорской проверке на этой свалке. Так вот, ее результаты местных активистов не устроили. В официальном ответе говорится, что по представленным договорам мусор сюда свозят исключительно из Рязанской области. Чтобы доказать обратное, жители вышли в своеобразный рейд с привлечением блюстителей закона. И кое-что любопытное им удалось установить. Для сторожил из села Зеленина Вениамина Акилова в прямом смысле пойманный им мусоровоз с владимирскими номерами все равно, что пленный немецкий танк и отношение к водителю, похоже, соответствующее. Слишком уж зачастили гости с регионов. Машина с цифрой 33 в правом верхнем углу – прямое тому доказательство. Вопреки официальной версии из присланного документа. Смотри. Прием отходов осуществляется только от организации предприятий Рязанской области, с которым заключены договоры в пределах определенных лимитов. Размещение отходов происходит строго в соответствии с лицензией. Все, с Москвы нету. А он и генерал, и ЭД говорят. Они утверждают, нет с Москвы отходов. Хотя им и посылали уже, и по телевизору показывали, и посылали им эти вот, что фиксировали. Мало? Едем дальше. Прямо у въезда на полигон уже другой мусоровоз оставил прицеп с все теми же владимирскими номерами. А сам отправился вываливать привезенное. Вот просто посреди куч. На выезде его, разумеется, встретили местные. Понятно, что активисты лица неофициальные. Документы им можно и не показывать. Но вот прибывает наряд ДПС. Машина зарегистрирована на частное лицо. Вот. На него? Нет, на него. Откуда эти смешанные? Машину не производится. Постойте. Не на фирму. А где машина зарегистрирована? В Владимире. В Владимире. Вот тебе и сказано. Вообще-то стражам порядка водители обязаны предоставить документы. Но вдруг оказывается, нагруз их нет вообще, дескать. Все накладные оставил охранникам полигона. Вот идите сами и берите. Я не пойду туда. В окку. Я сейчас дежурку позвоню. Вот вам прямая речь. Получается, из Москвы все-таки машины тоже сюда приходят. И не только из Москвы. Давайте спросим у водителей других машин. И вот странность. У этих товарищей тоже нет накладных. Как человек, без документов будете заезжать на данную территорию? У вас примут груз без документов? А как его должны принять без документов груз? Что он там везет? Вот. По всем правилам и нормам нашего законодательства не должны принять. На каком основании? Они у него при себе. Он их просто отказывается предоставить. Вот и все. В этом случае в отношении него должен быть составлен протокол об административном правонарушении. Это все. Прямо выписывается. Что я вам? При отсутствии товарно-транспортных накладных мы не знаем, что у них за груз. То есть он может быть не 4-го, не 5-го класса, а гораздо более опасный и взрывчатый. То есть который не имеет права передвигаться по нашим дорогам общего пользования без соответствующего допуска транспортного средства к перевозке опасных грузов. Штраф 500 рублей – это лишь меньшее из зол, что могло произойти с этим водителем. Гарантия, что там нет радиоактивных отходов – нет. Документики-то отсутствуют. Шум с мусорками из других регионов привлек внимание директора полигона. Вот он, этот человек. Олег Генералов. Встретились мы рядом с тем самым трофейным Владимирским мусоровозом. Давайте напомним, что он нам говорил в мае во время прокурорской проверки. Мы принимаем мусор немножко с Касимовского района, немножко с Захаровского района. Никакой Москвы у нас, ничего у нас такого нет. То есть московского мусора у нас нет? Нет, нет. У нас только с Рязанской области. А теперь давайте спросим у Олега Генералова то же самое прямо у мусоровоза с Владимирскими номерами. Увидев нашу камеру, он сначала от нее прятался, а затем выдвинул свою версию. Да, фирма «Экологик» приобрела машину. Вот на 30-30 номерах. Сейчас идет переоформление. Мусор должен возиться. Из-за них останавливать вывоз мусора из Касимовского района просто несерьезно. Общаться дальше он с нами не захотел. Так может быть серьезно, это когда для начала приведем в норму весь документ и оборот? Как вообще получается, что сюда приезжают курские и владимирские ребята? И законно ли это? В общем, думайте и решайте сами. А мы просто приведем некоторые цифры. По нашей информации, одна машина, неважно откуда, это в среднем 12 тысяч рублей. Таких авто в день здесь порядка 50. Итого грязными выходит примерно больше полумиллиона в день. Максим Васильев, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». Проект поддержки местных инициатив, можно сказать, вдохнул новую жизнь в Рязанский микрорайон «Строитель». Осенью прошлого года здесь возвели современную детскую спортплощадку, а в этом решили кардинально изменить и благоустроить местный сквер, давно заброшенный, к слову. Отдаленный уголок, некогда хорошо развивающийся поселок «Строитель», в котором жили в основном работники близлежащих предприятий, вновь идет к своему возрождению. Местные жители вместе с властью Рязани стараются восстановить сквер, который был здесь еще при создании строителя. Когда-то его, можно сказать, куратором было химволокно. Сегодня предприятия уже нет, сквер также потускнел. И местным жителям это совсем не нравится. В этом году мы планируем санитарную очистку и обрубку 17 деревьев, аварийных именно, неживые деревья мы не трогаем, дорожки и лавочки. А в следующем году, возможно, если мы опять на конкурс попадем, планируется освещение, может быть, мафы какие-то добавим. Оборудование какое-то детское там, либо лазилки какие-то, фонтаны, все что угодно. Эта зеленая зона сейчас выглядит как чаще, но работы уже начались. Сквер закрывает дома от проезжей части и должен стать тихой гаванью для детей, взрослых и пожилых людей. Проект сквера рисовали сами местные жители, по сути, от руки. Затем обратились к властям со своим предложением, ведь по опыту прошлого года жители-строители поняли, что программа поддержки местных инициатив работает. В том году здесь была возведена прекрасная детская площадка общей суммой в 2,5 миллиона рублей. Аппетит, как известно, приходит во время еды. Парк – это муниципальная земля. Соответственно, за муниципальную землю ответственный город. Это управление благоустройством, это дирекция благоустройства и так далее. Он будет поставлен на баланс, и, соответственно, они будут следить за благоустройством и, соответственно, уборкой территории. Знаю, что прекрасно, что это проблематично. Бюджет у нас, я как депутат знаю, бюджет у нас сложный. С каждым годом все сложнее, с учетом и эпидемиологической обстановки. Но мы стараемся, надеемся, что еще одна зеленая зона, которая появится на территории города Рязани, также будет вовлечена в процесс озеленения, в процесс уборки и вообще в процесс жизнедеятельности. На следующий год здесь установят освещение. Кое-где дополнительно озеленят. В этом году будет выполнена максимально трудоемкая и финансово затратная часть работы. Многие местные жители выражают благодарность за такую поддержку. Поблагодарить, конечно, администрацию за то, что вообще существуют такие проекты губернатора за выделение средств. Потому что давно к нам в строитель никакие средства не заходили. Вот уже 5 миллионов мы зашли. И обязательно Светлану Евгеньевну Варнакову, она наш депутат, она очень нам во всем помогает. Без нее мы никуда. Стоит сказать, что под надзором Светланы Варнаковой весьма большая территория. И это далеко не единственный проект, который реализуется в данный момент. Четыре местные инициативы. Одна из них, в которой мы здесь находимся, вот здесь в поселке Строители, это Сквер. Затем у нас поселок Шлаковый. Это дорожка к детскому саду местной инициативы. Тоже практически порядка 2 миллионов проектов. Следующий у нас на Есенино, 43-я школа, дорога к школе, тоже местная инициатива. Мы в этом году будем делать. Тоже практически более 2 миллионов проектов. И мы делаем в поселке Неукуличи замечательную еще одну местную инициативу, дорогу, 3-й нефтезаводской проект. Глядя на расчистку этой чащи, местные жители очень надеются, что поселок Строитель вновь станет отдельным раем для жизни. Ведь здесь есть все для хорошей жизни. Своя школа искусств, больница, школа, два детских садика. Теперь появится и уютный сквер. Анна Герцовская, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Сотрудники управления ФСБ по Рязанской области пресекли деятельность так называемых «черных копателей». В сети интернет они пытались сбыть уникальную коллекцию серебряных монет – куфических дирхем, выпуск которых датируется примерно 8-10 веками. Для Рязанского историко-архитектурного музея-заповедника сегодня знаменательный день. Сотрудники Рязанского управления ФСБ вернули на свое законное место уникальную коллекцию монет – 228 серебряных куфических дирхем, изъятых у так называемых «черных копателей». «Земля дала, а мы просто взяли», – хвастался один из них в соцсетях. Потом взяли их. «Управлением Федеральной службы безопасности России по Рязанской области расследовалось уголовное дело в отношении двух жителей Московской области, осуществлявших на территории нашего региона незаконный поиск и изъятие археологических предметов без разрешительных документов. Вступившим в законную силу проговором суда указанные лица признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного статьей 243.2 Уголовного кодекса Российской Федерации. Незаконный поиск и изъятие археологических предметов из мест залегания». Дирхемы или дирхамы некогда были основной денежной единицей арабского халифата 8-10 веков. Каждая такая монета уникальна, на ней нет никаких изображений, только цитаты из Корана, дата и место изготовления. На черном рынке стоимость этих монет невелика – 5-7 тысяч рублей за штуку. Цель для темных копателей вполне рядовая. На территории Рязанского княжества дирхемы были в ходу, но этот клад особый, бесценный, причем в масштабах всей страны. «Особая ценность историческую придает этой коллекции то, что она найдена в составе единого археологического комплекса. Безусловно, передача данной коллекции в Рязанский Кремль обеспечит сохранение этих археологических объектов. Организацию позволит организовать научно-исследовательскую и реставрационную работы. И дальнейшие экспонированы это коллекции на выставочных площадях Рязанского Кремля». «Вот эти монеты, которые вы найдете, они открыли какое-то еще археологическое местонахождение, каких-то еще других предметов. Поэтому сами по себе они представляют большую ценность, поскольку они, во-первых, нам свидетельствуют о том, что здесь, в Рязани, были культурные и торговые связи с иностранными, какими-то государствами. И, соответственно, приходил обмен какой-то культуры, предметов. И, соответственно, это все нам позволяет более глубоко изучать историю». История конкретно этой партии монет, возможно, связана не с обменом опытом, а с обычным в ту пору наймом войска для устрашения соседей. Дирхамы монеты арабские. Вполне вероятно, что это была дань половецкому войску, так и не дошедшая до адресата. Впрочем, более детально рассмотреть коллекцию монет и специалистам, и любителям можно будет уже совсем скоро. Примерно недели через две. Максим Васильев, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». Фестиваль «Небо России-2021», а заодно и Кубок страны. По воздухоплавательному спорту, можно сказать, набрали крейсерскую скорость. В очередной соревновательный день спортсмены не только определяли асов в управлении аэростатом, но и совершали так называемую «фиесту». Небесный променад для любителей насладиться красотой Рязанской земли. Самые любопытные моменты в нашем дневнике. Погода, непредсказуемая и капризная барышня, в истории воздухоплавания только она вносит свои ограничения в полеты. Для тех, кто в небе, земная пандемия – ничто в сравнении с атмосферными фронтами. Вот и на этот раз утренний полет четверга был отменен. Неблагоприятные погодные условия. Но уже к вечеру все поменялось, и полет состоялся в районе Коростова-Заокского. Утром в пятницу шары также можно было видеть в небе. Очередная живописная посадка на скошенных лугах, как свечки стоят шары, как рулоны ската на сено, в ожидании жующих ртов коров, молоко, которых мы будем пить вместе с блинами. Всем небо России над головой. Николай Галкин – один из сторожилов фестиваля. Он участник фиесты. Никогда не соревнуется в спорте, но не пропускает праздник с 2007 года. В этом году он приехал в 14-й раз. И что вас каждый раз сюда приводит? Город очень красивый. Я сюда с семьей, с ребенком приезжаю отдыхать. Потом очень хорошее мероприятие, мне очень нравится, как организовано. Наверное, лучшее. То, что у нас есть в России. Мне, например, очень-очень-очень нравится. Потом очень красивый бестарельный, очень красивый полет, который мне очень нравится здесь летать. И в спорте каждый раз участвует? Я в спорте не участвую. Вы просто летаете? Я просто приезжаю сюда летать. Может быть, расскажете о каких-то запоминающихся случаях в вашей поплавательной карьере? Я вот помню, в прошлых лет, как вы рассказывали о том, что космос летали в стратосферу. Не в стратосферу. Все у нас на 9 километров, 10 метров. Это не стратосфера. Это граница тропосферы. Это стратосфера чуть выше начинается. А где контакта? Холодно. Лев Борисович, а у вас какой рекорд в высоте? Я, к сожалению, на высоту никогда не ходил. Первый раз я только сделал полет на дальность. Это было в 2002 году, когда Тюхтяев сказал, что надо нам организовать первый массовый полет на дальность. Я прилетел за 6 часов с копейками. Еще один постоянный участник соревнований – мастер спорта по воздухоплаванию Иван Миняйло. Этот человек 4 года назад вместе с Федором Конюховым поставил мировой рекорд по длительности полета на аэростате. За 55 часов 15 минут экипаж преодолел более тысячи километров. Иван – один из претендентов на победу в Кубке России. Своеобразный рекорд можно приписать и этому экипажу. Здесь пилотом аэростата, участником Кубка России выступает женщина – многодетная мама Диана Насонова. Я в воздухоплавании с 2004 года, но я не сразу стал пилотом, я начинал как спортивный наблюдатель. Это такой вид судей, которые сейчас заменили GPS-трекеры. Небо России вообще на самом деле очень хорошее, у меня с ней связана история. Я приехала первый раз, когда у меня старшему ребенку, было, наверное, вот как сейчас в Доминике, где-то года полтора. И практически сразу заняла какое-то хорошее место. Мы вот как начали ездить с младшим ребенком с такого возраста, так и теперь ездим уже со всеми остальными. Как-то у нас так это сложилось исторически, что мы ездим всегда всей семьей, дети растут в полях. Тем временем впереди выходные и завершение фестиваля. И мы непременно увидим еще немало захватывающих моментов в небе над Рязанью. На этом у меня все. Я прощаюсь с вами до следующих выпусков. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова